Всем привет, друзья! Я долго не выходил на связь на этом канале. Не из-за того, что мне не было чего сказать, а из-за того, что YouTube снова ограничил мой доступ, собственно говоря, к сервису, и я не мог публиковать видеоролики, так как у меня уже два предупреждения снова на моем канале. Ну и, возможно, это видео вообще будет последним на этом канале, а может быть и последним в моей жизни. Я не преувеличиваю. Почему вы поймете, если досмотрите это видео до конца, что я очень прошу вас сделать. А также обязательно нужно пройти и подписаться как на мои телеграм-каналы, так и на резервные YouTube-каналы, чтобы мы не потеряли с вами связь в случае, если этот канал перестанет существовать. Ссылки на перечисленные ресурсы в описании к этому видео. Сразу прошу прощения за то, если вдруг моя речь будет заплетаться и так далее. Дело в том, что за последние трое с половиной суток я поспал в лучшем случае пять часов, потому что начало происходить самое худшее, что можно было себе представить. Началась Третья мировая война. Мы с вами гадали, какой же будет следующий этап всей этой эпопеи, которая началась еще в 2020 году. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И ответ не заставил долго себя ждать. В предыдущих своих видеороликах я предполагал, что это может быть продолжение старого проекта, скажем так, или начало нового в виде глобальной войны. И походу со вторым вариантом я не прогадал. То, что я скажу в этом видео, может поломать многим из вас вашу привычную картину мира. Вы, возможно, начнете меня ненавидеть, выключите это видео и отпишитесь с этого канала. Но я не переживаю особо на этот счет, потому что очень скоро вы поймете, что я был прав и вернетесь на канал. Говорю это, потому что знаю, что большинство тех, кто смотрит этот канал, это граждане именно Российской Федерации, либо люди, которые проживают на территории Российской Федерации. Люди, которые уже долгое, очень долгое время находятся под влиянием пропаганды Российской Федерации, мощнейшей пропаганды, одной из лучших в мире. Поэтому я вас прекрасно понимаю, если вы не поймете меня, простите за тавтологию. Единственное, что попрошу только не оскорблять. Все, что я скажу здесь, это сугубо мое личное мнение. Я никого, ни к чему плохому не призываю и призывать не буду. И я за мир во всем мире. Я очень уважаю русских, белорусов, я сам белорус, украинцев. Мы один народ. Говорю шаблонные фразы, но тем не менее. Я еще раз говорю, за мир во всем мире я просил братоубийственной войны и так далее и тому подобное. Но сегодня нас столкнули лбами. Для того, чтобы начать следующий этап обнуления планеты Земля. Сейчас расскажу по полочкам, что происходит, почему это происходит, что нас ждет. А что самое главное, как избежать самых катастрофических последствий, которые были за всю известную историю человечества. Шансов избежать очень мало, но они есть. Так вот, как вам известно, идет война на Украине. В России очень многие до сих пор думают, что это война за освобождение от какого-то фашизма Украины. За Донбасс якобы, это война. За спасение Донбасса, потому что якобы 8 лет там бомбила Донбасс Украина и так далее и тому подобное. Бедных людей. Но на самом деле, все эти 8 лет создавался информационный повод, так называемый. Создавался инструмент для манипуляции массами. Психологический инструмент очень серьезный. На что сейчас в первую очередь и давят пропагандисты, оправдывая свои действия. А именно, когда люди говорят, прекратите войну, мы против войны, на людей падают бомбы, люди убегают в бомбоубежище, рожают людей в бомбоубежище в Киеве, в Харькове, я не знаю. У меня вот, например, родители, жены живут в Шостке, украинский город. Вокруг Шостки взорваны все дороги, ведущие в город. Продовольствие поставить невозможно. Скоро начнется голод, вода питьевая заканчивается. У моей жены бабушки под 90 лет. Каждые полчаса нужно спускаться в подвал, потому что включается военная тревога, воздушная тревога. Могут начать бомбить, и многие города бомбят, и жилые районы, и так далее. Она уже еле ходит, бабушка, и вообще уже чуть ли не при смерти из-за своего состояния. А скоро закончатся продукты, и довезти их никто не сможет. То, что я говорю, это какие-то вообще сюрреалистические вещи. Мне даже не верится до конца, что это происходит до сих пор, и что я вообще-то говорю. Но это так. Многое из того, что я тут говорю, вам не скажут по телевизору. Никогда вам не скажут это. В российской пропаганде, да. А может и скажут, но не в такой форме. Но я буду вам говорить тут только чистую правду, друзья. Так вот. Когда люди от отчаяния кричат, хватит нас бомбить. Многие пишут мне в комментариях. А как вы воспринимаете бомбежки Донбасса, например, в течение 8 лет? Украинцы бомбили Донбасс. Вот теперь и вы прочувствуете, что это такое. Очень многие мне так пишут. Потому что уверены, что это украинцы бомбили в Донбасс. Но на самом деле бомбили русские. Захватили эту часть земли. И бомбили ее, чтобы создать, опять же, инфоповод, который стал инструментом мощнейшим для манипуляции массами и человеческим сознанием. Манипулируют сейчас всей Россией, всем российским, русским народом. Вот именно в первую очередь этим манипулируют. Что? Бомбили. Начали бомбить еще сильнее. Мы всех эвакуировали. И пришлось нам наступать, чтобы спасти бедных людей. Хотя на людей, как всегда, всем наплевать. Цели вообще другие. Вот. Сейчас я скажу еще вам об этом. Дойду до этого. Обязательно досмотрите до конца. Когда, в общем-то, помимо того, чтобы столкнуть нас лбами, нужен был повод для масштабной войны, которая перерастет, соответственно, в войну третью мировую. Понятно, что с применением ядерного оружия. Как это произойдет? Как это возможно в современном мире? Скажете вы. А кто несколько дней назад мог подумать, что возможно то, что сейчас происходит в Украине? Вот кто? Друзья, я хочу, чтобы вы не заблуждались по поводу того, что сейчас происходит. И не приуменьшали серьезность ситуации. Третья мировая началась уже. Только пока что горячая фаза находится только на территории Украины. Но это временно, скорее всего, к сожалению. Дело в том, что сейчас весь мир цивилизованный объявил войну России, кроме так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Смешно это говорить. Просто мне сейчас не до смеха. Нет сил улыбаться из-за усталости. Но это так. Полная экономическая изоляция России уже произведена. Россию отключают от SWIFT, либо уже отключили. Что-то такое. Подробности рассказываю, опять же, на своем телеграм-канале. Он в описании к этому видео. Ссылка на него. Небывалых масштабов санкций уже введены против Российской Федерации. Практически всеми цивилизованными странами мира. То есть, это, по сути, уничтожение экономики России. Без преувеличения. Российские СМИ будут вам говорить, что нет, мы были к этому готовы. Мы с этим справимся. Все нормально. Но персональные санкции введены против Владимира Путина, Шойгу, Пескова и так далее и тому подобное. Против их семей. Многих олигархов заморожены состояния за границей. И вся собственность. За всю историю человечества АСВИФТ вообще никого не отключали. Во всяком случае, такую крупнейшую сверхдержаву, крупнейшую державу, как Россия. То есть, действительно, случай беспрецедентный. И это тоже война. Война на экономическом фронте, на политическом. Которую Россия уже полностью проиграла. И вот уже начала проигрывать войну. Собственно говоря, на фронте реальном. Горячую войну. Хотя российские пропагандисты говорят на своих ресурсах, что нет. Мы вот-вот возьмем Киев. Мы вот-вот захватим всю Украину. Все. Считанные часы остались. Они говорили, это первый день вторжения. На второй день вторжения в Украину. Говорили это русские. Вот третий день прошел. И уже, ну, какие-то подозрительные вещи начали происходить. Я смотрю тоже и пропагандистские видео российских СМИ. И обратите внимание. Три дня прошло. А до сих пор там типа стреляют по Донбассу. До сих пор они не сдвинулись за территорию Луганска и Донецка. С восточного направления Украины, если брать. Но они говорят, все в наших, все под контролем. Вот-вот Украина падет. Но три дня могущие российские войска не могут сдвинуться особо. Но они побеждают на всех фронтах. Потерь нету, как они заявляют. Ни раненых, ни убитых. Вот сегодня, вчера вернее, 27 февраля, да, 26 февраля 2022 года заявили официально в Министерстве обороны России о первом убитом, о первом погибшем, там, не знаю. На самом деле Россия понесла траты колоссальные. Мочнейшие со времен Второй мировой войны потери личного состава. На момент снятия этого видео это более 4 тысяч человек, по сути, за трое суток этой военной кампании. Сопоставимых потерь не было ни за одну военную кампанию Российской Федерации в ее новейшей истории. Это правда. Можете не верить, но правда скоро всплывет уже наружу. Сотни взяты в плен. Огромное количество российской военной техники уничтожено. Сбиваются огромные военные самолеты с десантом. Сбиваются истребители, вертолеты. Колонны целой бронетанковой техники сжигаются вместе с людьми внутри. Жуткое зрелище. Я много чего выкладываю из этого также на своем телеграм-канале. Еще раз напомню, ссылка в описании. И вот это правда, понимаете. Сколько еще по гимне сложно себе представить. Конечно, и со стороны Украины есть потери. Но Украина на третий день этого противостояния переломила ситуацию. Взяла инициативу в свои руки. Мощнейшее психологическое преимущество на стороне украинской армии. В то время как русские практически полностью деморализованы. Не хотят идти в бой. Массовые случаи дизельсирства наблюдаются. Я знаю, что вам абсолютно другие вещи втирают по телевизору. Это опять же к россиянам обращаюсь. Кто смотрит только государственные СМИ. Но они скоро изменят свою риторику. Очень сильно. Потому что с дня на день украинские военные пойдут в наступление. По многим фронтам. И когда дело дойдет до того, что начнут штурмовать Донбасс. Отбивать себя назад. А это будет. Тогда нужно будет сменить риторику тотально. В свистах массовой информации. Чтобы объяснить людям, что происходит. Почему уже длится, не знаю, неделю или 10 дней, когда продлится это количество времени. Война. А до сих пор Киев не взят. До сих пор это, как ее называет Путин, военная операция не закончена. Почему вообще уже начали обстреливать и захватывать полуостров Крым. ДНР и ЛНР тоже вот-вот исчезнут с лица земли. Пушилин почему куда-то бежит, не выходит на связь. Вот когда это начнется, вы поймете, что я говорил чистую правду. А это начнется очень скоро, с 99% долей вероятности. И тогда Путин выйдет в эфир со словами, что, дорогие друзья, как он любит говорить, соотечественники, беда пришла на наш порог, скажет он. На просто-напросто уму непостижимые меры пошел блок НАТО и начал воевать против нас за Украину. Напали на Крым, напали на Донецкую и Луганскую Народные Республики, скажет он. Ответ России будет незамедлительным. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. И это, как бы страшно это не звучало, может стать началом уже горячей фазы Третьей мировой войны. Конечно же, с применением ядерного оружия объявят эвакуацию срочно определенных городов, куда увозить все приемники уже, как вы знаете, созданы, если смотрели меня раньше. Ведь соответствующие законы об эвакуации вышли в 2021 году. Вот. Ну и если Путина никто не остановит, он первым нажмет на красную кнопку. Хотя на самом деле никаких войск НАТО в Украине и подавно не будет. Но вам так скажут. Вам нагло солгут, как лгали и всегда. Таким образом, мир ввергнется в хаос Третьей мировой войны. Ну и большая часть населения планеты, это в лучшем случае просто, большая часть населения планеты будет стерта с лица Земли. Потом еще годы планета будет отходить и очищаться от радиации, радиационного загрязнения, что станет последствием этой войны. И план глобалистов будет выполнен, собственно говоря. Потом можно будет начать строить новый мир на руинах мира старого. В прямом и в переносном смысле этого слова. То есть полное обнуление будет до тех масштабов, которые были запланированы. Вот это самый худший вариант событий, который развернется, если не устранить политического и военного преступника Путина, в первую очередь, и конечно же преступника Лукашенко. Ну Лукашенко это просто марионетка. Не станет Путина и Лукашенко застрелится сам. Я не говорю, что с другой стороны, на стороне Запада, какие-то другие силы, силы все те же самые, стоят за этим всем. Но агрессор в этой ситуации, по сценарию, идет именно Российская Федерация и Владимир Путин вместе с Беларусью. Ну и соответственно остановить в первую очередь нужно его. Потому что, еще раз повторюсь, он по всем замыслам должен будет нажать первым на красную кнопку, когда время придет. Многие из вас сейчас, наверное, думают, да какой-то бред вообще, говоришь, какая красная кнопка, что? Дай бог, чтобы это было бредом. Но, к сожалению, скорее всего, это чистая правда. Так вот, если говорить на чистоту, в состоянии остановить сейчас Владимира Путина, нужно только его ближайшее окружение, те генералы, которые его окружают, не знаю, Шойгу или кто остальные, его советники какие-то, его нужно будет арестовать лучше. И чем быстрее это сделать, тем лучше. Вот. И придать военному трибуналу в Гааге, так же, как и Лукашенко, если Лукашенко до этого сам не застрелится, конечно, как я и сказал. Что нужно будет сделать потом? Конечно же, вернуть Украине по-хорошему без боев их территории, вместе с Крымом и Донбассом. Полностью восстановить украинскую разрушенную инфраструктуру, которую разрушили российские войска. И молись пощады на коленях у украинского народа за то, что они, ну, по сути, они, это имею в виду русских, по сути, уничтожали и уничтожают украинские города, мирных жителей. Говорят, что это стреляют, типа, сами же украинские войска, типа, по своим. Ну, вот такой бред. То есть, той же тактики придерживаются, которой они придерживались все восемь лет в Донбассе, отработанные тактики, устраивают провокации, расстреливают мирных жителей и говорят, что это делают силы украинских войск, типа, случайно или промахиваются, либо стреляют с жилых домов, да, чтобы ответ принимать, собственно, на эти дома жилые. Я достоверно знаю, что именно такую тактику также использовали и в Донбассе российские войска все эти восемь лет. То есть, удары зачастую наносились комплексами град, ураган и так далее. С жилых домов или около жилых домов стреляли с Донбасса. И ответ, соответственно, часто прилетал туда, откуда стреляли. Но до того, как прилетал ответ, они успели, успевали в большинстве случаев свою военную технику переместить в другие места. И ответ принимали в таком случае те жилые дома, которые изначально находились в области, в той области, где стояла российская техника. И это все представлялось так, что бомбят детские сады, типа украинские военные, бомбят школы, бомбят жилые дома специально, целенаправленно, да. Хотя это чистая ложь. Еще раз повторюсь, многие мне сейчас не поверят, но скоро это все всплывет наружу, поверьте. Потому что, так или иначе, путинской России уже остались считанные дни, недели, месяцы это максимум. Все развивается очень быстро, очень сомневаюсь, что это будут месяцы. И после того, как Путина либо свергнут и будут судить как военного преступника и политического, либо после того, как завершится, собственно говоря, Третья мировая война, потому что она начнется, если Путина не убрать от власти. Так или иначе, Путина не станет, потому что он просто разменная монета в этой игре и не более того. Поэтому я хочу сейчас обратиться ко всем и каждому, кто смотрит это видео с просьбой максимального репоста. Максимального репоста. Нужно срочно остановить этого человека, который пошел на поводу у глобалистов и творит то, что он творит. И опять же говорю о Путине. Остановить, еще раз повторюсь, его может только ближайшее окружение. Если каким-то чудом, какие-то приближенные к этому окружению увидят это видео, перешлите им. Перешлите им, я не знаю. Потому что сейчас происходит то, что происходит, это настоящая катастрофа. Я уже молчу, что в эти самые минуты, когда я это говорю, в Украине взрываются хранилища нефти, газопроводы. Различные ведутся бои возле атомных электростанций. То есть с минуты на минуту может случиться глобальная катастрофа, если уже не случилось. Даже и без ядерной войны может случиться глобальная ядерная катастрофа. Потому что бои непосредственно ведутся в зонах, где расположены очень опасные объекты. Зачастую эти объекты специально подрываются. В основном это делается вооруженными силами, так называемыми Российской Федерацией. Для того, чтобы еще больше разъярить украинцев. Опять же, цель обстрелов и убийства, массовых убийств, мирных жителей. Это не только... Цель заключается не только в том, чтобы создать провокации. И попытаться рассорить украинскую армию со своим народом. Воспроизводя такие фейки, как то, что это сами украинские военные по вам стреляют и так далее. Либо специально подставляют вас под огонь. Либо якобы используют вас как живой щит, как часто заявляется. Цель не только в этом. Цель еще в том, чтобы разъярить максимально украинский народ. Чтобы он как огромная буря, песчаная, поднялся и снес все на своем пути. Ну, эта цель уже практически выполнена. И эта буря уже разразилась. И уже украинцы пока не отобьют всю свою землю, не остановятся. А Путин, в свою очередь, в нужный момент, как я сказал, скажет, что там не украинцы, а НАТО. И нажмет красную кнопку, друзья, если его не остановить. Вот такая ситуация. Рассказал, объяснил как мог. Уж извините, если немножко, может, занудно или что. Просто говорю, пять часов за трое суток поспать. Это жесть. Я сейчас участвую, по сути, в информационной войне. Только от стороны российской отличаюсь тем, что я говорю абсолютную правду. И фильтрую всю информацию, которая проходит на том же Телеграм-канале. В моем информация только из надежных источников. И, собственно говоря, каждый из вас может и должен поучаствовать в этой войне. Против даже не России, а в первую очередь глобалистов. Максимально распространяю эту информацию. Чтобы максимально повысить шансы того, что Путина кто-то остановит. Надежды сейчас только на это. Только на это, друзья. Решается судьба человечества. И я не нагоняю панику. Паника уже прошла. Она была у меня. Первый, второй день немного. Сейчас говорю только по факту. Реально, конечно, я как любой живой человек могу ошибаться. Дай бог, чтобы я ошибался. Но, к сожалению, скорее всего я прав. Так что, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на этот канал. Поддерживайте это видео лайками. И делитесь ссылками на него с друзьями. И очень надеюсь, что до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.